Здравствуйте, Ольга, отвечаю на ваш вопрос. Дайте, пожалуйста, разъяснение по слову к римлянам, глава 7, с 1 по 3 стих, как эти стихи соприкасаются со стихами 4 и 6. Как вы понимаете? Читаю текст римлянам. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Я понимаю вас, Ольга, я не знаю, ваше положение семейное, но, по крайней мере, понимаю, что вопрос острый. Острый именно в том, что сегодня много людей приходит в церковь уже либо в разведенном состоянии, либо продолжая жить с какой-то частью верующего или неверующего супруга, и, соответственно, тоже возникает этот вопрос. Если вы помните, то именно в законе к Христу подходили и говорили, как же в законе сказал Моисей, давайте разводное письмо. И Иисус отвечает, по жестокосердию вашему. Я не думаю, что жестокосердие сегодня стало меньше, чем было тогда. Поэтому, как вариант, он оставался, потому что к миру призвал нас Господь. Вопрос в том, что потом после этого делать, потому что на самом деле личность человека, она оказывается в разорванном состоянии, потому что становится одной плотью и, значит, душевные связи здесь очень крепки. И, соответственно, любой разрыв, который является через развод, он дает отголоски, не просто отголоски личности, а раненность личности. И это надо восстанавливать. И то, что здесь апостол Павел говорит о том, что у нас есть новая возможность, открытая во Христе, так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, дабы доприносим плод Богу. Вот этот плод Богу имеется в виду, что, во-первых, мы можем освободиться от жестокосердия, во-вторых, в каждой ситуации мы можем искать ответа неба, а не то, что нам диктует этот мир как легкий путь для распространения, так скажем, его принципов. То есть у нас появляется новый набор инструментов в Новом Завете, как мы можем исцелять ситуации. Либо, если человек уже оказался в разорванности, либо уже оказался перед ситуацией, которая есть, как из нее выйти? Я хочу сказать, что во Христе есть выход. И вот этот выход, он всегда к свободе, он всегда к выходу из любой проблемы, где мы оказались. Либо решить ситуацию, которая есть. Как вы знаете, одному человеку Господь сказал, там был повод для развода, потому что была вина прелюбодеяния, неверности. Но Господь предлагает, а я тебе предлагаю пройти этот путь до конца, и ты увидишь, что я сделаю. Пройти через прощение, пройти через принятие, пройти через то, что ты будешь помогать другому человеку состояться, а не просто жить в огорчении. То есть тогда, когда мы с Богом готовы идти до конца, будет его выход для нас несколько более сложный, но более качественный. Если же мы, так скажем, не можем этого сделать, а решаемся на другой шаг, то тогда там тоже есть милость, там тоже есть Божья благодать, которая может нас покрывать. Но это то, что делает нас, так скажем, все равно вынуждены проходить и сдавать экзамены неба. И в связи с этим, коль я говорю сейчас несколько расплывчато, в силу того, что нет конкретной ситуации, каждая ситуация будет иметь свое решение. Здесь нет просто универсального ответа. Есть взгляд Божий, он против разводов. Этот взгляд тут точно показан. Но когда у человека уже есть разрушенность семьи, Бог всегда найдет для него выход, как ему помочь и как его восстановить. Как дать ему возможность иметь семью, чтобы не жить в грехе, а наоборот сохранить вот этот вот климат семейный, который можно вновь восстановить. Поэтому слава Богу за его милость, которая превозносится над судом, и за выход, который у него есть. Если же мы остаемся под буквой, которая убивает, то она убьет все живое. И те, которые вроде бы остались правы, то остается вопрос, ты хочешь быть правым или счастливым? То есть правый, который отстаивает свои позиции, но лишает себя способности выйти на свободу через прощение, через милость, которую сам ты хочешь иметь к себе, и милость эту можешь проявить к другому. То есть это все индивидуальные взгляды, индивидуальные подходы. И поэтому сейчас я вам хочу сказать, Ольга, мы живем в Новом Завете, и у нас есть арсенал инструментов. И Господь готов с нами двигаться и по сложной дороге, и по более простой, но дать нам возможность не стоять там, где мы есть, чтобы нас не раздавили обстоятельства. Я благословляю вас быть человеком, как новые мехи, имея свой разум, гибким ему, имея свое сердце, чутким, и для себя принимать рема. Но рема не будет расходиться с логосом. То есть Господь всегда свое рема даст с учетом общих принципов. И пусть Господь вам в этом поможет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова